Наши достижения, что прошло открытие нашей соревнований. Мы провели показательные выступления по бэби-кроссу, где участвовали самые юные наши участники. Показали достойные результаты, конечно же, мы провели награждение, ну и, конечно же, вечером мы выручим им подарки. Итак, ждем мы старта класса спорт. Вот состоялся круг показа, и сейчас произойдет, собственно, сама процедура стартовая. Вот выезжают спортсмены на линию стартов. Выдел квалификации, 117 номер, заслуженный мастер спорта Николай Красников, Центр технических видов спорта имени Габдарахмана Кадырова Уфа, Башкортостан. Ну, губернатор Кадыров, это легендарный гонщик у нас прошлых лет, собственно говоря, Красников у нас восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду в личном зачете с 2005 по 2012 год. Он выигрывал, пока его просто не запретили это делать, потому что в 2013 году его просто не пустили на чемпионат мира, и он до сих пор продолжает выигрывать. Вот в этом году по вайлдкарт первый этап выиграл достаточно легко. Если посчитать его командные все победы, то я думаю, у него под 20 титулов уже, потому что принято так в классе мотогонок на льду считать именно те и другие. А вот чемпионат России Красников только шесть раз выиграл, начиная с 2005 года, хотя чемпионат России по некоторым параметрам выиграть сложнее, чем чемпионат мира. Итак, дают команды на табличку судьям, и сейчас состоится процедура старта. Итак, 15 секунд до старта первого заезда. Класс-спорт! Чемпионат МФР! Третий этап! Итак, замерли гонщик, 5 секунд до старта. И старт! Итак, Красников вырвался вперед. У нас холл-шот. В последнее время этого спортсмена на втором месте Орешков. Итак, совсем недавно этому парню у нас 30 лет стукнуло. Восьмикратный чемпион мира в личном зачете. Заслуженный мастер спорта Николай Красников. Уфа, Башкортостан. Это президент! Это президент Мотофедерации Башкортостана. Лидирует у нас на всякий случай, собственно говоря. Он молодой, титулованный организатор мотодвижения в Республике Башкирия. Осваивает. Он так серьезно тоже. А что на снегоходе? Вот что он первый год же ездит. Он говорит, надо попробовать самому. Мы хотим серьезно заняться этой темой. Тоже сделать детскую школу, там и взрослую. И, в общем-то, вот сейчас для телезрителей повтор старта. Мы видим, как, собственно говоря, без фальшивого старта полшот в исполнении Красникова. Итак, вот первый круг у нас завершает. На втором месте Павел Орежков, гонщик из Нового Рингоя. Команда «Факел», призер юниорской молодежки у нас. Призер у нас этого года спринкроссы в Ярославле. Классе спорт. Павел Орежков, в общем-то, призер соревнований в Малиновке. То есть они с Нового Устья назывались. Контрикросс с Нового Устья в субботу проводились. Но, к сожалению, в командном зачете «Факел» там был дисквалифицирован. Они не все точки прошли по трассе. В итоге, после решения судей, их дисквалифицировали. Итак, лидирует у нас 117-й стартовый номер. Николай Красников на линксе у нас достаточно уверенно. Две секунды он у Орежкова выиграл. Итак, 117-й номер Красников. 117-й номер Красников. 77-й Орежков. 43-й Воробьев Алексей на третьем месте. Если младшему Воробьеву в «Бэби Сприте» выиграть удалось, то старший сейчас на третьем месте. За ними 49-й номер Колотовкин, 990-й Бухвостов и 431-й Вадим Сергеев замыкает шестерку гонщиков класса «Спорт» в рамках третьего этапа чемпионата Моциклетной Федерации России. Лучший круг гонки минута 05-333 в исполнении. Красникова у нас у Орежкова минута 05-945. Остальные медленнее. 06-й с хвостиком идут Воробьев, Столотовкин и помедленнее остальные участники. 10 минут заезд у нас идет. Четвертая минута. Разрыв достиг между линерами 2.97, ну практически 3 секунды. Медленнее Красников прошел, но тоже 05 с хвостиком. Итак, на третьем месте Воробьев, старший сын которого приз получил от Деда Мороза. Гонщик из Кировской области, поселок Слободской. Призер серебряной спринт-кросса в Ярославле в категории «Спорт». В классе «Спорт» он выиграл Кубок России. В прошлом году был вице-чемпионом Приволжского федерального округа. Ну и различные у него успехи на мотоцикла. В классе «Оупен-2» он призер ПФО у нас, участник чемпионата России и так далее, и так далее. Итак, Алексей Воробьев, «Апельсрейсинг-фарт» Киров. Круха и лучшее время круга. Минуту 0,5-127 освоил у нас он, похоже, снегоход из трассы, и справился. Да, это времена медленнее. «Спорт» у класса взрослые, но весьма достойное время. Я думаю, что Николай и в классе «Суперспорт» далеко бы не последним там был. Все-таки навыки ледового гонщика на шипах сказываются. Там скорость, там, дай бог, у них средняя скорость достигает 110 км в час по ледовому овалу. Поэтому они практически не сбрасываются в повороте, просто заламывают мотоцикл, кладут на 4-сантиметровых шипах. И, собственно говоря, выходят с поворота также. Вот, и эта тактика позволяет ему и на снегоходе. Хотя его не положишь, конечно, снегоход. Другая техника, все-таки, одна гусеница, две лыжи. Но, тем не менее, в общем-то, какие-то общие вещи, мотор, мощность, двигатель и скорость, их объединяют. Итак, в классе «Спорт» лидирует заслуженный мастер спорта Николай Красников. ЦТВС «Уфа». Орешков 4.8 отстает, Воробьев 8.9. Колотовкин 15 с половиной секунд. Ну, подрастянулись гонщики. В этом классе у нас два заезда будет проведено. И победитель сможет заработать 50 очков. Пока виртуально у нас Красников добавляет своим 50 и Зыжевска добавляет еще 25. Красников еще быстрее. Минута 0.4, 901. Седьмая минута заезда. Скорости у отстайдеров падают, собственно говоря, растут отставания. Как бы сейчас круговые уже не появились на трассе. Кстати, Воробьев сейчас идет быстрее у нас. Ну, правда, совсем на чуть-чуть, на три десятых секунды. И может побороться за второе место при определенном раскладе. На четвертом месте 49-й стартовый номер. Павел Колотовкин из ТК «Ультиматум». Это младший. На первом этапе отец выступал. Ну, Паша, у нас ему 21 год. Он входил в топ-10 на молодежном первенстве России. Гонялся. Потом выступал в чемпионате России. И уже тоже гонщик из Альметьевска. СТК «Ультиматум» Альметьевск-Катарстан. Две с половиной минуты осталось до окончания контрольного времени. Затем у нас будет два круга последних. Итак, 117-й номер «Красников», 77-й «Орешков», 43-й «Воробьев», лидеры заезда класса «Скор». Сергеев уже круг проигрывает. Алексей Воробьев в прошлом году выиграл у нас «Снегоход» спорт Кубок России. Вторым был на ПФО. Ну, сейчас чуть темп упал у гонщиков, в общем-то. И сейчас самый быстрый «Орешков». Причем «Орешков» сейчас лучший круг для себя ставит. Минута 0,4, 900 и разрыв меньше двух секунд. Итак, «Орешков» сейчас пристрелит лидера «Красникова». Последняя минута идет контрольного времени. 117-й или 77-й. Все-таки в лидовом спидвее у нас круг-то 400 метров и 4 круга. А здесь там 10 плюс 2. Это порядка у нас получается 13 минут. Да! Борьба за лидерство! Павел Орешков навязал борьбу. Похоже, «Красников» рано успокоился. И сейчас вот он оглядывается, смотрит. У нас Николай Красников смотрит на Павла. Пытается его блокировать. Да, смена лидера! Вперед выходит Павел Орешков. Факел новой рингой! Не хватило, похоже, запаса, который создал в начале заезда у нас Николай. И Павел Орешков его обогнал. Закончилось контрольное время заезда. Но они успели пересечь, поэтому и внутри круга. Ну, 2,5 примерно осталось на все про все. Кстати, Орешков показал лучший круг сейчас для себя. Минут 0,4-913. А у «Красников» устал у нас гонщик. Вот для телезрителей HDX Stream повтор обгона. Повтор обгона, когда у нас Павел форсировал события. Очень позатный гонщик такой, в общем, достаточно молодой у нас. Ведь Орешков, он 88-го года. Ему всего 26 лет, собственно говоря. Он просто бросал, как бы несколько лет вообще не выступал. И вернулся уже не в класс суперспорт, а в класс спорт. Но вот этих навыков, приобретенных, ранее хватает сейчас для того, чтобы бороться. Но, тем не менее, «Красников» тоже сейчас не отпускает Павла. И на последних кругах, я думаю, все решится. Так, два круга показывают этим парням. Вот она. Борьба у нас имеет место быть. Орешков, «Красников». Я хотел сказать колесо в колесо, но здесь гусеница. Гусеница пытается сейчас по внешнему радиусу «Красников». Орешкову пройти, собрался внутрь. И опять смена лидера. На серии «Волн» как-то лучше. Опять смена лидера. Ух ты, сейчас чуть не ошибся. У нас Орешков здесь. Снегоход зарылся носом. Клюнул носом здесь. Повтор обгона для телезрителей. Ну а зрители, воочию, которым здесь посчастливилось находиться на трассе, они все это видят вживую. Итак, опять Орешков на последнем круге. Паша впереди. Последний круг. Last lap. Павел Орешков и Николай Красников. Один «Снегоходчик» составлен. Другой дебютант «Снегоходного кросса». Но ветеран. Безусловный у нас апологет. Мотогонок на льду. Ну что, поравнялись. Ох ты, здесь немножко неудачную траекторию. Красников, ну! О, падение Орешков упал. Вылет Павла Орешкова. Он ставит «Снегоход» на лыжи. Но, по-моему, он проиграл этот заезд. Итак, Красников, не знаю, спровоцировал на этот вылет. Либо сам ошибся. Павел продолжил гонку. Второе место. Сейчас мы посмотрим, как это произошло. Повтори! Но это не сам момент здесь показывает у нас. Вот сейчас внутрь. И так выигрывает у нас Красников. Орешков. 117-й номер. 43-й круговой. Орешков второй. Это даже не 43-й. Там единичку почти не видно у Сергеева. Вот 43-й настоящий. Белый фон, черные цифры. А черный фон, белые цифры. Это неправильно. 43-й, 431-й. Вадим Сергеев. Ну что ж, друзья, давайте поддерживаем наши спортсменов. За то, что они показали нам свой профессоризм. За то, что они показали высший класс, порадовали нас. И, конечно же, еще не все. Совсем скоро мы через несколько минут продолжим наши соревнования. Но я хочу напомнить вам, друзья, то, что комментирует наши соревнования, человек, знающие правила нашей соревнований. И вы обязательно прислушаетесь к нему. Он ознакомит вас, право я ознакомил вас со всеми участниками. Это комментирует наш соревнований Андрей Спирсин. Друзья, ну а пока наши участники готовятся к следующим заездам. Я хочу поблагодарить партнеров нашего Экстрим-фессиваря. Открыто, наверное, общество Дед Мороз. Живая вода. Сеть АВС. Международопленная компания. АВС-студия. Иринамы-пилот. Сеть Аксек-борокин. Кого? Общество зрения открытия на умах. Есть Аксек-борокин. АВС. Иринамы-пилот. Коронавки. Ресторан «Айла-совский». Друзья, заповедьте, что в рамках шестивых фестиваля будут проходить два соревнования. Это третий этап Чемната России и Кубок России по Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова